Мне нужны ваши иностранные валюты. Быть в профсоюзе — это круто. А все бегут, бегут, и я бегу. Телеграм в плане фишек, в плане функций — новатор. И уже остальные повторяют. Всем привет! В эфире Универ Ньюс о студии Илья Андреев. Телеканал Универ ТВ поздравляет дорогих наших женщин, девушек, девочек с праздником очарования, красоты и женственности. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 марта, милые дамы! Центральный банк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Подробнее далее в сюжете. Центральный банк заявил о продлении уже действующих ограничений снятия иностранной валюты. Возобновление произойдет 9 марта 2023 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиульна. Она подчеркнула, что основанием для их введения было то, что завоз наличной валюты практически прекратился. Ограничение было введено год назад в связи с тем, что со стороны США и государств еврозоны были введены ограничения, точнее запрет на поставку в Россию наличных долларов и евро. Соответственно, российским банкам стало практически неоткуда пополнять запасы наличной иностранной валюты. И для того, чтобы эти запасы не были быстро использованы, было введено такое ограничение. Все действующие лимиты на снятие валюты сохраняются. При условии, если вклад или валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, человек сможет снять с него сумму, но не более 10 тысяч. В рамках ограничений деньги выдаются только в долларах и евро. Остальные средства можно снять в рублях. Также кредитные организации смогут продавать только те доллары и евро, которые поступили после 9 апреля. Те, у кого были валютные счета до 9 марта прошлого года, они имеют право снять с этого счета до 10 тысяч долларов, именно в долларах или в евро, или в другой иностранной валюте. Соответственно, если в течение этого года человек наличную валюту не снимал, но при этом переводил свои деньги внутри одного банка с одного счета на другой, то в этом случае за ним сохраняется право снять до 10 тысяч долларов наличными со своего счета. Стоит отметить, что данные ограничения вводились еще в марте прошлого года на фоне обильных западных санкций. В связи с этим Банк России ввел новый порядок обращения валюты в основном ограничения на снятие иностранных валют. По мнению аналитиков, Центральный банк сможет отменить валютный контроль, только если западные санкции будут сняты. Ева Гаврюшенко, Маргарита Михайлова, Универньюз. Суденты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стали лучшей профсоюзной командой Татарстана в 2023 году. Как все происходило, расскажем далее в сюжете. С 28 февраля по 2 марта 2023 года в рамках школы для представителей студенческих объединений прошел конкурс «Лучшая профсоюзная команда». На протяжении трех дней студенты демонстрировали свои знания в законодательной сфере, презентовали приемную кампанию по привлечению первокурсников в профсоюз, а также демонстрировали быструю и слаженную работу в команде. Капитаны использовали все свои умения и навыки соревнуюсь между собой, а команды рассказывали о направлениях работы своих профбюро в конкурсе «Визитная карточка». Наша «Визитная карточка» была немножко необычной, потому что мы подходили к этому вопросу с творческим взглядом. Она отвечала всем от других команд тем, что мы больше рассказывали, что это в шуточном формате, но мы не забывали говорить о фактах, точно говорили о том, чем мы занимаемся, какие у нас функции, кто за что отвечает, кого как и зачем мы спасали. И в целом, что мы делаем в институте и внутри университета. Основная задача профсоюза – это защита прав студентов, то есть участие в спорных ситуациях с преподавателями, с получением мест в общежитии или вопрос об отчислении. Также члены профсоюза получают путевки в санаторий по льготным ценам или вообще бесплатно. Те, кто с первого курса интересуются профсоюзом, уже в ближайшем будущем ощутят преимущество. Участие в организации делают действия студентов весомее, ведь задача профсоюза – улучшать жизнь учащихся в УЗИ. В каждом институте КФУ существует профсоюз-бюро. Так, например, команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций одержала победу в конкурсе и стала лучшей профсоюзной командой в Республике Татарстан. Победу мы ожидали еще до приезда на конкурс, но потом, когда мы приехали и увидели другие команды, увидели их уровень подготовки, мы поняли, что легко нам, опять же, ничего не даст. Нам нужно будет стараться и пытаться доказывать, что мы реально лучшие профбюро и КФУ и Республики Татарстан. Сейчас членами профсоюза в КФУ являются более 22 тысяч студентов. Ты тоже можешь стать частью этой организации. Для более подробной информации можете ознакомиться на сайте Уникса. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универ Ньюз. А что изменилось после блокировки популярных соцсетей? И что стало альтернативой, расскажет наш корреспондент Анастасия Упаева. За год блокировки таких социальных сетей, как Инстаграм и Фейсбук, по данным исследовательской компании Медископ, охват аудитории упал в пять раз, сравниваясь с показателем за февраль 2022 года. Напомним, что данные социальные сети принадлежат компании Мета, которая после начала специально-военной операции была признана экстремистской организацией. Вслед за этим последовала блокировка Инстаграма и Фейсбук на территории России. Россияне стали не только реже заходить, но и меньше проводить времени в заблокированных социальных сетях, что нельзя сказать о платформах Телеграм и Яндекс.Дзен, которые, наоборот, сейчас активно набирают рост пользователей. Действительно, многие перебрались в Телеграм. Может быть, это был не резкий переход, как вкол-выкол переключатель. Просто так людям комфортнее стало потреблять информацию в том числе. Также после ухода из России Инстаграм и Фейсбук еще большую популярность обрели такие социальные сети, как ВКонтакте и Одноклассники. Но молодое поколение, судя по охватам, все же отдает предпочтение Телеграма и Яндекс.Дзен. Сюда же перешли многие успешные блогеры, которые умеют писать интересные тексты, прикрепляя свои фото. Они делают интересные живые видео в целом, тем самым создают контент, который цепляет молодежь. Телеграм в плане фишек, в плане функций «Новатор». И уже остальные повторяют. Особенно, если мы говорим про мессенджеры. Сравниваем с тем же WhatsApp, то в Телеграме множество функций, которых нет в других мессенджерах. Отметим, что в наше время социальные сети играют огромную роль в жизни людей. Основная причина их активности – это наблюдение за качественным новостным и развлекательным контентом. Это возможность общаться с друзьями даже на расстоянии, прослушивание музыки, а также доступность информации. Анастасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. А праздники к нам приходят и в честь 23 февраля и Международного женского дня в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского состоялся тематический концерт. Подробности выясняла наш корреспондент Виктория Нагина. В лицее Николая Лобачевского Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате – Международному женскому дню, который отмечается на территории нашей страны с большим размахом. В начале праздника директор лицея Елена Скобельцина поздравила всех учителей, мам и бабушек с весенним праздником. В нашем лицее сложились добрые традиции. Лицеисты всегда дарят учителям свои замечательные выступления, поздравления, теплые слова и, конечно же, танцы, стихи и песни. Торжественное мероприятие открыли хореографические, вокально-инструментальные группы. Гости мероприятия смогли насладиться уровнем танцевального мастерства профессионалов, окутнуться в праздничную атмосферу и получить незабываемые впечатления. Также в преддверии Международного женского дня ученики лицея Николая Лобачевского своими руками создавали подделки и сувениры, например, салфетницы с гравировкой Казанского федерального университета. Это будут салфетницы, которые представляют собой произведение искусства. Я уже не боюсь этого слова. Это действительно произведение искусства. И у вас будет возможность увидеть это своими глазами на сегодняшнем празднике. Отметим, что праздничное настроение создаются усилиями учащихся, сотрудниками, а также руководством лицея Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Виктория Нагина, Александр Кузнецов, Универньюс. Открыт прием заявок от студентов и аспирантов российских вузов на получение именных стипендий в 2023-2024 учебном году. Решение о предоставлении поощрения принимается конкурсной комиссией, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Для участия в конкурсе на назначение ежемесячной стипендии необходимо представить ответственному за оформление конкурсной заявки от организации комплект документов, содержащий сведения о претенденте и подтверждение его достижений. Подробнее с правилами оформления заявки можно ознакомиться на сайте Министерства образования. 9 марта в 15.30 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета священнослужитель выступит с лекцией «Концептуальные основы взаимодействия ислама и христианства». Вход на мероприятие свободный. Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» в целях консолидации деятельности староста Республики Татарстан создает новый орган студенческого самоуправления «Совет старост», который будет содействовать образовательным организациям в работе со старостами, а также проводить регулярный анализ деятельности. Заявки принимаются до 19 марта. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Лига студентов». В экстрим-парке «Урам» состоялся показ анимационного блокбастера «Колдуй отсюда» от телеканала «Дважды два» и онлайн кинотеатра «Премьер». Анимационный сериал длиною в 12 серий о злоключениях волшебницы Мерлин, которая практикует черную магию и черный юмор. «Ребята, это Женя Огнев, создатели, и Максим Конышев очень вдохновлялись, ну, по мультфильму это можно будет увидеть артуровским циклом, то есть это Король Артур, Рыцарь Галахад, там Эски, опять-таки Эскалибр, Мерлин, мы ее называем, но они как бы к Мерлин относят, Артур. Все это, собственно, этот цикл. Они очень хотели с ним поиграть, они хотели туда добавить греческих богов, мифологию разных стран. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!